В Верхней Палате Парламента состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства, направленного на надежную защиту прав, свобод и законных интересов женщин и детей. Все детали у нашего корреспондента. Члены рабочей группы обсудили проделанную работу в рамках задач, определенных на прошедшем заседании. Вместе с тем рассмотрели причины возникновения негативных действий, совершаемых в отношении женщин и несовершеннолетних. Озвучили предложение по совершенствованию законодательства по их предупреждению, в том числе по усилению мер наказания, а также другие вопросы. Здесь отдельные законы, называются законы о защите детей. И где раскрывается понятий на аппарате, раскрываются органы, функции этих органов, которые должны работать. У нас пока такого закона нет. Но у нас есть единственный закон, где говорится, от каких форм насилия ребенок защищается. Это физическое, сексуальное насилие, психологическое насилие – это закон о гарантиях прав ребенка. Раз там это говорится, для того, чтобы практика была последовательна, мы должны взлетать эти определения. Чтобы завтра любой, кто работает, будь то представитель правоохранительных органов, учитель, он различал, что какие действия относятся к физическому насилию, а какие действия не относятся. Какие действия относятся к пренебрежению, какие действия не относятся. Если бы у нас был отдельный закон о защите детей, то тогда мы могли бы там это раскрыть. Но так как у нас этого нет, нам здесь непременно нужно это все раскрыть. Участники заседания пришли к общему мнению касательно разработки законопроекта по усовершенствованию законодательства в данной сфере. Также говорили о призыве широкой общественности, в том числе представителей институтов гражданского общества, ученых и экспертов, принять активное участие в деятельности рабочей группы со своими предложениями в этом направлении. Когда даются?